МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Норжакен. Сегодня в выпуске. Карагандинским аграриям на пассивные работы выделено 19 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене. В Нуринском районе состоялось традиционное заседание Агросовета. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов наградил премиями в 700 тысяч тенге этнокультурные объединения региона. В Доме дружбы состоялось мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана. Дипломы, благодарственные письма и денежные призы получат победители ежегодного конкурса полиглотов Тельдарн. В нем принимают участие порядка 40 студентов и молодых специалистов государственных учреждений. Ученые Казахского агротехнического университета разработали рекомендации по проведению пассивных работ в Карагандинской области. Свою программу они представили на традиционном заседании Агросовета, который в этом году состоялся в селе Щербаковское Нуринского района. Участие в Агросовете принял первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Сельскохозяйственное предприятие Кайнар является одним из передовых диверсифицированных хозяйств области. Оно специализируется на выращивании зерновых культур и животноводства мясного направления. На выставке предприятие представило свой племенной скот и сельскохозяйственную технику. Также Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов осмотрел социальные объекты в селе Щербаковское, семейно-врачебную амбулаторию, школу и спортивно-оздоровительный комплекс. Необходимо добиться системного увеличения производства сельскохозяйственной продукции. А именно, показатель производительности должен составить 107% от прошлогоднего уровня. Для этого необходимо максимально использовать все имеющиеся резервы. Об этом шла речь на Агросовете. Согласно меморандуму, заключенного между Министерством сельского хозяйства и Акиматом области по диверсификации площадей посева Акиматами районов, принятые действенной мерой по увеличению в текущем году площадей посева зерновых и зернобобовых культур до 815 тысяч гектаров, масличных до 14 тысяч, кормовых до 51, картофеля до 16 и овощей до 3500 гектаров. Также было отмечено, что имеющейся техники достаточно, чтобы провести посевную в оптимальные сроки. Начать работы планируется 15 мая. На поля выйдут 20 тысяч единиц сельхозтехники. Карагандинским аграриям выделено 19 тысяч тонн льготного дизельного топлива. Проблемная ситуация с доставкой ГСМ разрешилась при содействии властей. О достижениях доложили и сельхозпроизводители. В частности, руководитель предприятия Кайнар рассказал об успехах в животноводстве. В аулекольской породе удачно сочетаются скороспелость, высокий выход и качество мяса, ткамолость, обердну ангуса, высокий потенциал роста, тяжелая весность туши, отсутствие излишнего и лишнего жира шарали, вкусовые качества мяса и приспособленность к экстремальным условиям казахской белой головой породы. В работе Агросовета принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Он рассказал о преимуществах сельхозкооперации, подробно остановившись на мерах государственной поддержки. Предусмотрено приоритетное кредитование кооперативов Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства с погашением первоначального взноса за счет инвестиционных субсидий. На поддержку сельхозкооперации государством в текущем году направлено 50 миллиардов тенге, из них по продуктивной занятии 27 миллиардов тенге, и через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства 23 миллиарда тенге. На встрече шла речь и о проблемах. Поднимались вопросы по инвестсубсидиям, доставке минеральных удобрений. А кем области Ерлан Кушанов заявил, что власти готовы решать совместно все проблемы. Я готов решать, потому что это моя задача. Президент мне поручил эти все вопросы заниматься вместе с вами. И ваши вопросы я обязан этим заниматься. Поэтому я и приехал сегодня послушать вас, постарался так открыто поговорить. В работе агросовета также приняли участие представители Казахского агротехнического университета имени Сейфулина, с которым Акимат Карагандинской области заключил меморандум о сотрудничестве. Ученые разработали рекомендации по проведению весенних полевых работ. Андрей Тенулжас, Гамбасов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 23 этнокультурных объединения Карагандинской области получили премии в размере 700 тысяч тенге из рук главы региона Ерлана Кушанова на мероприятии, посвященном Дню Единства. Планируется, что эти деньги пойдут на приобретение костюмов, оборудования и другого необходимого реквизита. Также глава области предложил провести в шахтерской столице грандиозный гала-концерт с участием всех известных исполнителей, родиной которых является Карагандинский регион. Денежные сертификаты получили 23 этнокультурных объединения области. Церемония награждения состоялась в Доме дружбы в преддверии Дня Единства. Аким области Ирлан Кушанов не просто провел очередное заседание членов Ассамблеи народа Казахстана, а дал возможность высказаться каждому. Лидеры этнокультурных центров поделились впечатлениями от поездки в Астану, где участвовали в расширенном заседании Ассамблеи. Идет настоящая война и попытка нравственно дезинтегировать общество, причем с применением самых новых информационных технологий. И это идет по периметру всех конфликтов сегодня мировых и региональных. И угрожает стабильности в наших странах. Поэтому работа по модернизации общественного сознания, тропотливое синтезирование и сохранение национального кода, как об этом говорит лидернация, должно стать существом повседневной работы ученых, практиков, объединенных в Ассамблее народа Казахстана. В дружественной встрече также приняли участие спортсмены, студенты и представители неправительственных организаций. Рекордсменка Казахстана по конькобежному спорту Екатерина Айдова рассказала о гордости, которую испытывает каждый раз, когда в чужих странах поднимается флаг нашей страны. Я стала дважды бронзовым призером на двух дистанциях. И когда я стояла на пьедестале, звучал наш гимн, поднимался наш флаг. Я испытывала особое чувство гордости за нашу страну. Я знала, что меня поддерживают мои земляки, все казахстанцы. В тот момент я просто понимала, что являюсь частью сильной и могущественной страны. И это незабываемое ощущение. Ради этого стоит жить. И, несомненно, наша сила в единстве. И мы обязательно добьемся новых побед. Ерлан Кушанов пожелал побед всем спортсменам. Возможность высказать свое мнение и поздравить карагандинцев с Днем Единства получили не только участники встречи, но и моногорода и районы. Они присоединились к мероприятию через интернет. В завершении глава области предложил жителям региона провести грандиозный гала-концерт с участием бывших карагандинцев, которые сейчас живут в других городах и странах. И бывшие карагандинцы сегодня живут в разных уголках мира. Многие скучают по своей родине и, думаю, готовы принять участие в ее судьбе. И среди наших земляков есть много успешных людей, больших артистов. Я предлагаю пригласить их всех к карагандинам и устроить большой гала-концерт. Это мое предложение. Это, возможно, ретом или осенью. Занавес торжественного собрания закрылся обращением к карагандинцам и презентацией песни «Елем Менгалек Ель». Айом Амрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовал ежегодный конкурс полиглотов «Тельдарен». В нем приняли участие порядка 40 студентов из разных колледжей, областей и молодых специалистов, которые трудятся в государственных органах. Цель конкурса – поддержка юных полиглотов и пропаганда трехязычия. По итогам конкурса победители наградят дипломами, благодарственными письмами и денежными призами. Занавес творческого и в то же время поле язычного конкурса участники открыли музыкальным шашу. Песня о родной земле заставила конкурсантов на несколько минут забыть о волнении. О предстоящей конкуренции напоминали лишь строгие судьи, которые разместились прямо на сцене. Помимо студентов, знаний языков соревновались и молодые специалисты. Я работаю в управлении общественного здоровья района Никазабид-Би города Караганды. Сегодня участвую в областном конкурсе «Тельдарын» на знания языков русского, казахского и английского. Я считаю это очень приоритетным конкурсом, так как среди госслужащих, среди молодежи нужно развивать три языка. Ежегодный областной конкурс «Тельдарын» собрал в этот раз порядка 40 участников. Их ораторские способности оценивает строгая жюри из числа профессоров языковедов. В первом туре нужно раскрыть определенную тему. Во втором туре нужно будет написать эссе на государственном языке. В третьем туре нужно будет показать умение синхронного перевода с казахского языка на английский и русский. Сегодня конкурсанты примут участие в первом этапе. Во второй этап пройдут лишь те, кто сможет свободно изложить свои мысли на государственном языке. Казбекби не внес никакого вклада в развитие казахского общества, кроме того, что участвовал в переговорах с калмыкским ханом. Ученые, предлагающие издать научные пособия о его трудах, безграмотны. Такое заявление сделал руководитель отдела управления культурой, архивов и документации области Кады Рашкеев. Его слова вызвали огромный общественный резонанс. Наши ученые предлагают выпустить двухтомник материалов о Казбекби. Как? Ведь у него нет заслуг, кроме того, что выступил перед калмыками, перед их ханом. Это нужно признать. Наши ученые безграмотные. Сотрудник управления культуры во всеуслышание отрицает заслуги Каздаусты Казбекби. Его слова о ничтожности заслуг Бия записаны на видео и выложены в социальных сетях. Данное видео вызвало широкий общественный резонанс. Блогеры, ученые и историки возмущены подобными словами и требуют уволить смельчака. Однако сам спикер виновным себя не считает. С его слов этот кусок видео не отражает полной картины, а его слова вырваны из контекста. Каждому народ не накинешь платок. Поэтому, ну что объяснять, вырвали из контекста именно эти фразы. Сразу скинули в интернет. Хотя можно было бы дослушать до конца, если непонятно, спросить у меня напрямую. Я от своих слов не отказываюсь. Для публикации двухтомника трудов Казбекби у нас сейчас нет материалов. Известный блогер Айсултан Жакыпов, как и многие другие, не согласен с умозаключениями Кадыра Ашкеева. Он приводит массу примеров из истории, когда слова Казбекби цитировали великие деятели страны. Блогер предлагает господину Кадыру извиниться за свои слова. 21 апреля у нас состоялась научно-практическая конференция. Там выступали профессоры, ученые с докладами о жизни и трудовой деятельности Казбекби. Получается, что все они безграмотные, а господин Кадыр у нас умный. Или он хочет поспорить с великим Бухаржирау, самим Казбекбием. За слова нужно отвечать. Берик Рахимов – один из профессоров, который участвовал в создании энциклопедии Казбекби. Со слов доктора филологических наук, факты о богатом наследии Казбекби есть в исторических записях не только казахского народа, но и в Китае, России и даже Японии. Заявлять, что заслуг Казбекби, кроме переговоров с калмыкским патшой, нет – это кощунство. Казбекби трижды был перед калмыками. И об этом есть легенды. Он был послом, налаживал двусторонние связи. Об этом написано в трудах историка Зейнулы Сарип. Он был также судьей среди народа, умел рассудить справедливо и честно. Также, по словам профессора, необходимо провести огромную работу по сортировке всех исторических фактов и свидетельств трудов Казбекби. Ведь в некоторых научных трудах его заслуги описаны не совсем точно. Если собрать все воедино, можно действительно выпустить двухтомный сборник. А пока научное пособие не издано, подобных кривотолков не избежать, заявляют ученые. Напомним, в этом году Казахстан празднует 350-летие со дня рождения Казбекби. А Ямамжина Исламбегуспан Андрей Тимофеев – первый карагандинский. 250 волонтеров от шахтерской столицы поедут на Экспо-2017 в Астану. Все они прошли предварительный отбор. Анкеты подавали как студенты, так и работающие молодежь. Сегодня для них открылся волонтерский корпус. После итоговой подготовки уже 1 июня карагандинцы отправятся в столицу. Сегодня предстоящей выставке Экспо-2017 приковано внимание всей страны. Студенты не остались в стороне. В Караганде готовят волонтеров, которые должны достойно представить не только нашу область, но и страну. Среди них и Бутагос Ахмеджанова, студента технического вуза. Ранее представляла Казахстан в Варшаве на трехдневной международной выставке и даже прошла там обучение. Сейчас она руководит волонтерским движением. Девушка отмечает, что перед ними стоит главная задача – ответить на любые вопросы гостей выставки. Мы попали на первый месяц, самый такой зажигательный, самый ответственный, самое главное. Подготовка очень хорошая. Каждый день мы готовимся у себя в университете. Проходим интернет-вебинары. Также нам были разданы методические пособия. Также мы их изучаем. Английский язык повторяем, читаем, чтобы быть готовы к общению с иностранцами. Желающих стать волонтерами как Бутагос в Караганде набралось немало. Заявки подали около тысячи человек. Из них отобрали только пятую часть. Сейчас по области работают 70 волонтерских групп. 70 волонтерских групп по области. И полторы тысячи ребят, которые при каждом районе, городе у нас существовали. Волонтеры, которые помогали в организации различных мероприятий. Не только на республиканского и областного масштаба, но и на районных, городских уровнях. И сегодня этот штаб будет открыт не только для волонтеров Экспо-2017, но и для молодых ребят, которые уже состоят в этих волонтерских группах. Главной целью корпуса является правильное воспитание волонтеров. Корпус открыт по инициативе Молодежного ресурсного центра. Теперь станет возможным координировать деятельность всех волонтеров. Студентам улучшают знания языков, умения и навыки оказания любой помощи. Столичные гости проводят встречи, закрытые семинары и разъяснительные уроки. Сейчас в Караганде насчитывается более 4500 волонтеров. Большую часть добровольца представляют студенты. Наша область входит в число трех регионов, направляющих наибольшее количество волонтеров. Строевую выправку и физические возможности продемонстрировали будущие офицеры. В Карагандинском государственном университете имени Букетова организовали патриотическое мероприятие, посвященное сразу трем праздникам. 25-летию создания вооруженных сил Казахстана, Дню защитника Отечества и Дню Победы. Вот так, не совсем синхронно, но уже уверенно, слушатели военной кафедры Государственного университета имени Букетова управляются с карабинами. Строевые приемы с оружием на площади перед главным корпусом университета стали одним из элементов мероприятия, посвященного сразу нескольким праздникам. Мы проводим первый раз, так как вот такие мероприятия крупные, это 25-летие образования вооруженных сил Республики Казахстан и 72-я годовщинная победа Великой Отечественной войны. После строевых приемов слушатели военной кафедры прошлись торжественным маршем. Еще одним элементом праздника стали показательные выступления по модному сегодня виду спорта – стритворкауту. Студенты продемонстрировали свои физические возможности. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области качество оказания государственных услуг оставляет желать лучшего. По итогам последних проверок специалистами агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции в некоторых городах и районах области был выявлен ряд нарушений. Об этом стало известно на очередном заседании Общественного совета по противодействию коррупции. Качественное оказание государственных услуг на сегодняшний день – это, пожалуй, главное требование, которое предъявляет Департамент по делам государственной службы ко всем государственным органам. Первым на заседании межведомственной рабочей группы было рассмотрено дело миграционной полиции. Злоупотребление полномочиями, незаконная выдача документов, оказание протекции знакомым – это лишь несколько фактов, которых замечены сотрудники этой службы. Например, в миграционной полиции города Балхаш у иностранной гражданки приняли заявление на постоянное место жительства. При этом у нее не был собран полный пакет документов. Похожие правонарушения замечены в Шетском районе и в городе Приозерск. Выявлены факты нарушения срока оказания вышеуказанной госуслуги. Согласно требования данного стандарта, срока оказания госуслуги составляет 60 премьерных дней, момента подачи заявлений. Так, гражданка Тишинбайла, заявление обратилось 9 августа 2016 года в УВД Бухожарского района для получения вышеуказанной госуслуги с предоставлением предъявленных документов. Однако данная госуслуга в УВД Бухожарского района показана лишь 14 октября 2016 года, то есть с нарушением установленного стандарта на три партнера дня. Также выявлено нарушение в части принятия неполного пакета документов с нарушением установленного рекламного бизнес-процесса по госуслуги оформления документов на выезд за пределы службы Казахстана на постоянное место жительства. Заседатели межведомственной рабочей группы отметили, что нарушения также выявлены и у местных прокуроров. Анализ коррупционных рисков показал, что зачастую чиновники затягивают сроки оказания государственных услуг. В ходе рассмотрения жалоб были выявлены следующие нарушения, а именно обращение гражданина Горбань, перенаправленное прокуратурой района имени Хазвикби, зарегистрировано в МФЦЗМ 1 февраля 2017 года. Ответ выдан 8 февраля 2017 года с нарушением срока на один день. Согласно статье 25, особенность рассмотрения жалоб по вопросам оказания государственных услуг закона, жалоба услугополучателя, поступившая в адрес Центрального государственного органа, местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, районы, города областного значения, Акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, услугодателя государственной корпорации подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Освещать проблемы открыто и показать общественности лица нарушителей. Такие меры должны пресечь растущее число нарушений. Общественная огласка нужна, чтобы остальным было неповадно, заявили участники совета. Фариза Улбаева, Исамбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Хоровод дружбы организовали в детском саду Байтирек. В преддверии Дня Единства народа Казахстана во всех учреждениях образования проводят праздничные мероприятия. И каждый детский сад подготовил свою уникальную программу. Маленький Арсен воспитывается в старшей группе «Балдаурен». Сегодня мальчик пришел в греческом костюме. У Арсена интернациональная семья. Папа – казах, а мама – гречанка. Я живу в Казахстане. У меня есть хорошие друзья. Я люблю очень твой садик. Официальный день праздника – 1 мая. В советское время в этот день отмечали праздник солидарности всех трудящихся. Сегодня это праздник единства всех народов, проживающих на территории Казахстана. Замечательный, веселый и дружный праздник отмечают во всех учреждениях образования. Не остался в стороне и детский сад Байтирек. Воспитатели, родители и дети, переодевшись в костюмы разных народов, устроили небольшой концерт – хоровод дружбы. В нашем детском саду 16 групп. Четыре из них русских. Все группы посвящают абсолютно разные национальности. Каждый праздник у нас проходит на вот таком уровне – с родителями, с какими-то представлениями. Екатерина Калышиди – гречанка по национальности. Она отмечает, что дома все национальные праздники отмечаются одинаково. В садике Байтирек воспитывается ее сын Арсен. Мальчик занимается в казахской группе «Балдаурен». Благодаря обучению на трех языках сын начал понимать английский. Также хорошо знает казахский. Я являюсь представителем греческого народа. Мы проживаем в Казахстане. Я здесь родилась. Я очень рада, что я живу в Казахстане. У нас интернациональная семья. Мы ходим в наш садик Байтирек. Мы очень рады, потому что здесь очень дружно, хорошо, весело. Поздравляем всех с праздником, с первым мая, с Днем Единства Народа. Такое мероприятие в детском саду устраивают не первый раз. Здесь отмечают все государственные праздники, чтобы дети с раннего возраста знали все важные даты. Андрей Тайна, Жара Гибаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И последнее. 1 мая на набережной Центрального парка культуры и отдыха состоится театрализованный праздник Менгель-Кьель, Казахстан, посвященный Дню Единства Народа Казахстана. Мероприятие начнется с красочного пролога Бибетшлеку-Ялаган-Байтирек, в котором гармонично сольются культурные традиции различных этносов, символизируя единство народа Казахстана, роль казахского народа в укреплении дружбы и межнационального согласия, преемственность поколений и будущей страны. Творческие коллективы и этнокультурные объединения Карагандинской области в вокально-хореографической композиции «Айалы Алакан» подчеркнут многовековую историческую связь. Продолжат мероприятие ежегодный 19-й областной фестиваль национальных культур «Шанрах дружбы». В нем примут участие около 30 этнокультурных объединений области. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Сау Болмстер. Редактор субтитров А.Семкин